Приветствую вас. Я думаю, что многое здесь зависит от ваших ценностей, от ваших ориентиров, от ваших предпочтений и от того, что вы вообще в целом-в целом можете, например, ждать от взаимодействий с мужчины. То есть, если ваша цель вне зависимости, ну вот в любом случае сюда построить отношения, например, крепкие, доверительные, искренние, честные и так далее, обязательно долгосрочные, то понятное дело, что данный человек подходит вам в меньшей степени. Если вы просто хотите провести время, получить удовольствие, наслаждение, обобщение с человеком, например, который вам интересен или с которым вам хорошо, такой человек подходит больше. Но в общем и целом, в общем и целом, многое зависит от личности мужчины, потому что личность, как бы, не коррелирует с возрастом. Может быть, и в 30, и в 40, и в 50 лет мужчина крайне ветреный, крайне ненадежный, импульсивный. А может быть, и в 20 человек серьезный, ответственный, и так далее, и знает, чего хочет. Поэтому я бы здесь смотрел бы на то, как вы себя с ним будете чувствовать. То есть, будет ли вам с ним комфортно, будет ли вам с ним хорошо, или наоборот, вы будете чувствовать себя не в своей тарелке, будете чувствовать себя неуютно с ним и так далее. Поэтому здесь, конечно, самым лучшим решением будет сделать следующее. В первую очередь спросить себя, чего я хочу прямо сейчас, от отношений, что мне нужно прямо сейчас, от отношений с мужчиной. Да, от взаимодействия с ним, вот, что именно, что вы хотите, а не он хочет, да, потому что то, что вы хотите, здесь является определяющим, прямо если вы выбираете. Спросите себя о том, чего, а чем, точнее, чем вы готовы поделиться с человеком. Ну, то есть, имеется в виду, чем вы готовы, что вы готовы ему дать, вот, и хотите ли вы в целом вообще что-то на данный момент ему давать, или хотите ли вы вообще в целом что-либо давать кому-то, вот, ну, в частности, ему, например, или в частности любому другому человеку, который, ну, оказался, вот, на, там, словно говоря, его месте, ну, вот. Ну, немаленькую роль, конечно, играет то, что общего между вам, между вам и человеком, то есть, словно говоря, там, если между вам и им мало общего, да, если у вас недостаточно большое количество вещей связывают, если у вас мало общих интересов, а у вас, например, просто гендерное взаимодействие, да, то есть, учитывая симпатия между мужчиной и женщиной, например, то, конечно, в таком случае довольно-таки большой, есть большая вероятность того, что наши отношения не закончатся ничем. То есть, не нужно, в данном случае, да, делать, делать ставку, делать ставку на гендерное взаимодействие, потому что, вот, мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, он абсолютно прав в своем высказывании, что молодой парень более молодой, чем вы, если, вот, у вас будет взаимодействие только на гендерной основе, для него будет больше вероятности, как бы, от вас в будущем отказаться и, соответственно, причинить вам боль, к сожалению, вот. Такая вот история. Если вы, например, решите с человеком все-таки взаимодействие, да, если вы решите все-таки с ним, ну, сойтись, вот. Крайне важно следить за собой, за своей реакцией, вот. Для того, чтобы не пропустить момент, когда бы вы начали себя ломать. То есть, когда вы, ну, можете перестать, например, быть с собой. Если вы с собой быть перестанете, то хорошего в этом для вас ничего не будет. Надеюсь, вы данный аспект зафиксируете. Что касается мнения психологов, то тут однозначного, как сказал мой коллега, однозначного ответа здесь нет. Зависимостя от школы психотерапии, зависимостя от психологической и научной школы, существует разная точка зрения на данный момент. Большинство общих психологов, которые занимаются научной и психологической деятельностью, считают, что максимально допустимая разница в возрасте 5 лет, в зависимости от этапа. То есть, если мы говорим о взрослых после 25 лет, то, соответственно, 5 лет – это оптимальная история. Если мы говорим о 16, 17, 18 годах, то здесь разница в возрасте критической является и 3 года. Например, в более старшем возрасте, там, условно, после 40, эта разница может немножечко увеличиться до 7-8 лет. Но, как вы понимаете, это всего лишь очень условно, и я уверен, что, например, кто-то из моих коллег со мной не согласится. Ну, а вот, как бы, среднее – это вот 5 лет. Тем не менее, представители практической, как бы, деятельности, ну, практического, вот, непосредственно практики, психотерапевтической практики, вот, что-то больше склоняется к теме, что любви покорны все возрасты, вот, если человек, например, способен выстраивать, ну, такие, такие вот, что называют здоровые отношения. То есть здоровые, партнерские, независимо, насколько это, насколько это возможно для, ну, для конкретного индивида. Вот, и в целом, если человек достаточно хорошо чувствует, допустим, свои личные границы, вот, если человек хорошо их ощущает, если человек является самодостаточным, да, если у человека есть, грубо говоря, свой жизненный путь, вот, то, в принципе, возраст вообще значения не имеет. Вот. На этом все. Пожалуй, по крайней мере, вот, то, что я хотел непосредственно сказать. Было мной сказано, вот, если у вас есть некоторая тревога, некоторые страхи или сомнения непосредственно в себе, то с этим можно и нужно поработать, да, то есть это можно и нужно подкорректировать, чтобы вам это не мешало. Вот. Ну, сделать это уже можно будет на психотерапии. Только на психотерапии. Потому что, вот, так, вы выбрали для себя максимально безопасный и отдаленный способ выяснить то, что вас беспокоит. Вот. Вот. Ну, как бы, поскольку это ваша жизнь, вот, то отвлеченность, на мой взгляд, не лучшее решение здесь. По крайней мере. На этом все. Надеюсь, что вам был полезен мой ответ. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что все ваши проблемы будут в итоге разрешены. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощью.